долгожданный гость майя осипов моя добрый вечер добрый вечер я думаю действительно вечер мы уже немножко уставшие столько много произошло за этот день и я вновь и вновь рада приветствовать портланд благословенный штат орегон цветущий зеленеющий дождливый и приветствую тебя олечка очень рада опять видеть тебя вновь и приветствую всех радиослушателей всех кто нас смотрит мая расскажи какая у нас сегодня будет тема оля предоставляет мне огромную привилегию выбирать тему тему разговора которая волнует сегодня многих тему я не придумываю и не сочиняю темы рождаются в процессе того образа жизни который мы ведем мы ведем образ жизни какой мало думая о себе мы посвящаем свою жизнь служению людям в основном служению женщинам и это желание бога для нас и все темы рождаются из ваших вопросов поэтому было бы очень хорошо если бы вы были с нами в контакте сейчас писали свои вопросы может быть какие-то истории мы прочитаем в эфире и сегодня я хотела бы говорить с вами потому что в индивидуальном порядке сложновато с каждым говорить лично хотя я не исключаю эти возможности пытаюсь контактировать с каждым человеком кто пишет мне в личные сообщения но сегодня я хотела бы говорить с вами в общем и я думаю эта тема волнует очень многих я ее назвала выпусти иисуса из темницы немножко такая странная тема и думают о чем же это будет и почему выпустите иисуса из темницы потому что эта фраза была произнесена самим иисусом наверное или духом святым так сказать в определенный момент жизни к которому я пришла и естественно когда дух святой говорит о чем-то он объясняет и изъясняет и эта тема если в общем ее так кратко объединить вернее сузить то эта тема о призвании на моей странице на фейсбуке написано что мы я помогаю найти людям свое призвание в жизни и состоятся и часто слышу это из уст олечки и ксении то есть из тех женщин которыми я окружена сегодня в служении женское сердце и это не голословные фразы я хочу вам сказать это то что живет в нашем сердце это так важно сегодня и многие пишут мне написано у вас вы помогаете найти призвание как и что это вот об этом мы хотели сегодня поговорить оля хорошая тема хорошая тема но я хочу спросить а ты думаешь эта тема будет интересно только женщинам или мужчинам тоже конечно мужчинам тоже я всегда говорю мы себя никогда не лимитируем неограничиванием но так как я женщина я хорошо понимаю женский мир а может быть еще тоже нехорошо потому что женщины все индивидуальные каждый проходит свой путь и все равно есть что-то особенное но так как я сама женщина и прошла многие вещи я понимаю их с женской логики с женской стороны и поэтому мое служение естественно женщинам и было бы странно вести консультации мужчинам мне вот потому что как-то я не не могу их особо понимать но иногда наши как бы моменты пересекаются особенно в отношениях но мы будем вести с точки зрения женщины мы будем говорить то что мы знаем понимаем мужчины мы вас приглашаю я была бы очень рада то кому кому кто нас слушает кому интересно еще раз назову номер прямого эфира сегодня как никогда мы хотим услышать ваши звонки потому что уже поздновато тем более дождь на улице и мы немножко с мая при устали мы хотим чтобы вы мы сейчас мы с вами вот участвовали номер прямого эфира 5 0 3 2 3 8 9 0 0 0 но еще наверное мужчины пришли с работы уютно разбистились на диванах в креслах у компьютеров наверное имели ужин приготовленный руками вашей любимой женщины поэтому приглашаем вас присоединиться к разговору и естественно хочу сразу сказать что все что я делюсь это мой опыт мой пережитый опыт и это может быть не аксиома для всех людей я просто делюсь с вами чтобы наводить вас на размышления на был на обновление разума на обновление вашего мышления на ваш собственный подход к вашей личной жизни к определению вашего личного призвания к чему бог вас призвал потому что многих это интересует многие слышат а в церквях со сцены проповедях и я это слышала но одно дело слышать в общей массе общий призыв но есть другое когда эти фразы лично тоже звучат к тебе по отношению к тебе моя можно такой вопрос я всегда стараюсь захватить все стороны я же знаю что она слушает ну и россия украина и америке так мы постараемся не употреблять английских слов а во вторых нас слушает неверующие люди нас слушают люди разных релиз и религий нас слушают люди очень духовные и может быть атеисты и я думаю что нету такого человека на земле кто не знает кто такой иисус христос как ты сказал в теме выпусти иисуса из темницу объясни пожалуйста кто такой иисус для тебя и что ну и мы потом будем говорить именно на эту тему эта тема для меня не звучит ответом однозначным поэтому поэтому я не могу сейчас развивать эту тему иисус пусть он будет для вас это бог пришедший во плоти на эту землю а лично для меня это мой как бы жених я его невеста пойдет так мой господь мой искупитель это общая фраза но личная интимная это мой жених да а в общем да а в общем это иисус христос это имя бога данная для спасения человечеству и для меня в теле иисуса христа в плотском нашем человеческом теле бог пришел на эту землю шума и начинаем нашу тему да а призвание а призвание выпусти иисуса из темницы выпусти иисуса из темницы вообще что такое призвание оля вот у меня к тебе вопрос что ты об этом думаешь что для тебя это такое призвание это мне кажется найти узнаешь мая в момент когда мы проходили страшную ситуацию жизни мы задали этот вопрос господи кто ты есть на самом деле и для чего я здесь вообще живу какая цель моей жизни и я думаю это очень важный вопрос задать каждому человеку для чего я здесь живу живу ли я чтобы просидеть на диване всю свою жизнь после работы перед телевизором или живу я здесь чтобы сделать намного больше чем я когда-нибудь мечтал я думаю призвание это когда ты открываешь себя и ты в себе находишь столько возможностей столько талантов ты перестаешь переживать о том что тебе скажут люди потому что люди всегда и похвалят тебя и осудят тебя но ты начинаешь думать а что же обо мне скажет бог и ты с открытым сердцем с радостью начинаешь делать новые вещи которые тебя вдохновляют ты начинаешь бога по-новому видите слышать и жизнь это по-новому ты я узнаешь чувство как будто ты живешь на ступеньку выше вот от земли какая-то другая жизнь начинается когда ты начинаешь открываешь себя ищет свое призвание как ты это понимаешь мая но если честно и быть до конца то я не хочу умничать насчет призвания потому почему потому что эта тема становится предметом обсуждения и предметом моды модно говорить о призвании таких вещах знаешь такие пафосные призвания призвания со сцены и для многих честно говорю становится это глюком натуральный глюк вот зависает человек и он под почему зависает потому что он не понимает во первых что это такое что от него хотят с чем его есть пол жизни тратит на выяснение призвания потом пол жизни тратит на выяснение от бога от бога не от бога а вообще а потом еще вообще всю жизнь вопрос кто я как ты говоришь кто я для тебя вот легко ты разобралась столкнулась ситуация ведь люди иногда и не сталкиваются ни с какой ситуацией и вот сейчас мы его загружаем кто ты это твое призвание я бы просто сделала это в предмете рассудительного разговора чтобы никого не поставить затруднительное положение у меня нету заключительных выводов на эту тему и я не хотела чтобы это было бы как бы предметом моды сейчас у нас обсуждения а чисто разговор от сердца к сердцу поговорить я хотела бы чтобы вы что-то написали тоже или после нашего эфира кто просмотрит написали поделились своим это мои рассуждения потому что сегодня я бы рассудила это на несколько частей тему разделила бы на несколько частей потому что самое главное что я нашла я много лет разбиралась в этом вот в призывание там что угодно богу не угодно ищите воли божьей вот призвание это ищите воли божьей вот я искала и много лет библии ну что же есть воля божия и это вопрос на на для многих для верующих мне кажется неверующие люди не вперед нас разобрались со своим призванием если в одну фразу объединить то я бы это объединила в одну фразу так как я однажды прочитала на одном сайте знакомств мужчина пишет я желаю познакомиться не не с той женщиной с которой я хотел бы жить а с той женщиной без которой я не мог бы жить вот призвание я примерно бы в эти рамки бы поместила призвание это не то что я хочу делать или могу а призвание это то что я не могу не делать вот я не хочу это делать но она делается со мной по себе она в тебе же да да то есть это как инстинкт проявления в нас но иногда этот инкс инстинкт он не проявляется почему потому что мы не вошли еще в те обстоятельства потому что богу это очень важно но на давай по ступенькам разбирать вот просто размышлять самое первое что я нашла мы это призвание от бога имеем то для чего мы родились на эту землю написано что бог кого призвал того приду предугадал того предопределил того и спас на как бы предопределил призвал и это так запутанно для нас звучит но так упростим давай то есть бог призвал нас для чего он вообще сотворил нас как призвание для чего чтобы мы имели общение с ним то есть как бы друзей приобрести себе и детей для себя то есть мы призваны вот лично я за себя говорю я признана призвана призвание моё быть дочерью бога невеста иисуса христа это самое такое призвание вот это призвание как бы я в себе услышал она меня манит к богу она меня влечет к нему я призвана быть его невестой призван он не призвал как бы он меня назвал так призвание ну за словом назвал наверное да сочетается это самое первое но это относится как бы к вечности к чему-то такому неопознанному загадочному к тайному к вечному к божественному к небесному быть призванной быть дочерью бога или невесты иисуса христа некоторые женщины вот на фейсбуке есть одна женщина она четко заявляет я его невеста я ее не в его невест она даже девается в наряд невеста на песни все поет как она ожидает своего жениха это ее призвание но есть второй вариант ведь мы же еще на этой земле находимся среди людей и она ну как бы даты невеста спустись на землю но я пришла зашла в автобус и знаете людям как-то как по-английски за don't care как бы им все равно невеста ты или кто ты прежде всего ты человек да как вот на иисуса смотрели смотрели он там им говорит я богом посланный я сын божий я пришел в этот мир трали и валит а-та-та-та-та-та целую там проповедь о себе горит люди так смотрят смотрят на него и горит слушай кто это такой это же иисус это и сын иосифа же то есть о чем я хочу сказать прежде всего мы для людей смотримся людьми для этого мира даже для зверей мы смотримся людьми мы люди и если убрать божественную часть нашего призвания остается человеческая земная и вот тут возникает вопрос тут я люблю вот этот вопрос что ты задала а кто я кто я помимо дочери царя знаешь вашему мужу когда он пришел с раб дорогие друзья простите у нас была передача здесь открытое сердце один раз вечером и мы тоже были уставшими и так расхохотались если вот это вот опять начинается мая не начинай а я надеюсь вы поняли что такое призвание вот то что ты рассказала мая уже мне кажется это пример так иди выйди очень много людей писали что они получили исцеление может быть это часть призвание но вот смотрите ольга давай ольга потом вырезал этот фрагмент отдельно поместила где-то 10 минутные и вы знаете я вам что хочу сказать приходит очень трудное время да мы вот проводили женские мероприятия пришло такой момент тяжелый когда против тебя выпускается какие-то не поят непонятные вещи негативные вот энергии она же никуда не девается но не растворяется но все висит она ложится на тебя каким-то тяжким временем и были такие тяжелые моменты и вы знаете я открывала нашу передачу слушаю и ну не могу не хохотать вот вы знаете доходит момент как смеемся и я потом горю оль если у тебя есть трудные моменты включая это видео и вы знаете на действительно это исцеляющий смех друзья если у вас есть тяжелые моменты заходите на веб-сайт www.olga.com и просто заходите на радиопередачи и вы увидите там этот вырезанный ролик когда так стыдно ты сидишь в прямом эфире и ты хохочешь и не можешь остановиться но нам потом на следующий день женщины писали да что мая это был просто исцеляющий смех смех мне это может быть нам этого так не хватает церкви может быть так вот религиозный дух уже поместил всех законсервировал нас как огурцы в банке засолил и мы лежим красивенькие такие все замаринованные может бы дух святой хочет разрушить какие-то барьеры часы какие-то границы в консервативная церковь да вот оля я всегда самая моя любимая глава я надеюсь у вас тоже есть любимые местописания главы даже в библии самая моя любимая глава это при притче по моему 8 глава где написано о духе святом дух божий носился сотворял землю премудрость а премудрости написано для меня это выглядит как дух божий да и написано что он как бы смеялся вот ну веселился хохотал как бы и я думаю сотворение земли она была веселая иисус был помазан бук и лером радости и веселья написано радости веселья были с ним ну радость это понятно человек радуется а веселья оля вот я себе думаю помнишь мы в субботу как плясали в церкви на нас сошел дух радости и веселья мы веселились танцевали так что я на следующий день думаю сейчас заставь меня так плясать это не сделаешь это было в еврейском мессианское общение на праздник росхожу шишана да да вот так вот сейчас не сделаешь вот возьми впустись пляс а мы же стоять не могли нас тянуло и получается вели себя как опьяненные как в нетрезвом состоянии сейчас напугаешь всех потому что здесь все христиан почти все хочут что танцы это грех мая да а где написано что ну вот говорят что это грех хоть и я не вычет не но много чего говорят селе леки ты знаешь такое лики да это хороводы танцы библия этим прописано говорят что это вообще иисус был самый веселый человек и бог веселый знаешь почему он сказал я посмеюсь по моему второй псалон я посмеюсь 2 втором салоне он будет сидеть и смеяться бог хохотать я думаю самое первое призвание это лично от меня дорогие друзья я вас призываю начать лично исследовать священное писание не только слушать то что вас учат лично исследовать я когда это начало делать началась многое что меня учили это грех барабан это грех хороводы это грех это грех это грех а в библии это все написано она все не грех оказывается многие вещи я вас просто призываю исследуйте писание по через них вы можете и вы думаете иметь жизнь личную если вы верите бога знайте его слово и просто хочется прожить жизнь на сто процентов а не то что прожить жизнь и в конце не знать вообще и двое к богу или куда иду многие старенькие люди они в конце уже сомневаются если они вообще враг богу попадут поэтому очень важно жить и каждый день спрашивать для чего я живу какое мое призвание вот я думаю самое первое чем разобраться насчет призвания это путаница у людей в голове есть это думает что служение в церкви то есть призвание они запутываются в этом призвание это значит что-то служить церкви другое запутывание и ошибочное мнение что призвание это дары духа святого на третье это дары служения то есть есть служение дары служения есть дары духа святого ну допустим дар пророчества да какие еще дары духа святого вера то есть дары духа святого это не есть призвание это мы бесплатно получаем от бога бесплатно должны давать есть какие-то дар исцеления допустим да у людей дар чудотворения это дары подарки как бы от бога но призвание это немножко другое это то чем мы можем послужить друг друга в духовном плане но твое призвание это та миссия который ты можешь совершать принося пользу обществу пользу какую чтобы люди видели добрые твои дела что делали поздравили славу богу это только одна вещь я знала одного неверующего человека лично знала я вам сейчас позже скажу кто это вы знаете он настолько делал добрые дела реально здравомыслящие добрые дела видел нужду человека он просто подходил и говорил сколько тебе не хватает до этого он просто давал деньги он просто подходил тебе надо урожай собрать тему уж больницы тебе привести что-то неверующий человек просто делал добрые дела это мой свекор он ушел из жизни когда он ушел из жизни так плакала на похоронах это был такой человек мира это был такой уникальный человек я так и рыдала за ним что мне подошли и говорили ну как типа ты его теперь сирота без отца и говорю как как я сирота они говорят ну папа умер игры ты не папа это мой свекор был да ты так рыдала мы думали это твой папа потому что рыдала вот знаешь боль души выходила потому что настолько потрясающий человек и я думаю призвание это четко осознание того для какой цели ты живешь это то что ты не можешь делать часто мы это закрываем в себе из-за чего из-за того что мы где-то были не поняты из-за того что как оля говорит неправильно понимали писания я говорю про верующих поэтому и сказала впереди что многие неверующие люди в этом мире они намного вперед познали что такое призвание делать хочешь я вот пример приведу конечно когда я вот начинала писать книгу мне один молодой человек рассказал историю другого человека этот человек прошел войну прошел ссылку был в тюрьме и он когда вышел он хотел написать книгу чтобы мы знали что было знаю что ему сказали если ты напишешь книгу это это простите но мы верующие люди мы ничего не имеем против кого это просто уроки жизни и вот ему в церкви сказали если ты напишешь книгу тебе славы на небе не будет как они сказали что наш когда что сделает твоя правая рука чтобы они не сдала леви это лево это но что-то придумали на небе да они сказали ты всю награду потеряешь на небе если ты напишешь книгу потому что тебе будет награда похвал мне лично говорили ой не пиши книгу а то ты возгордишься вот так люди всегда говорят не пиши награда потеряешь не пиши возгордишься не делай это возгордишься знаю некоторые родители даже своих детей на сцену не пускают петь чтобы они не возгордились а это твое призвание у тебя сердце бурлит тебе хочется это делать я думаю вот призвание это то что у тебя сердце хочет делать сто процентов подведем к тому что все желания как на и хотение бог вкладывает нас то есть желание которые в нас возникают я говорю о нормальных здравомыслящих написано что эти все желания вложены богом он в нас оживляет их то есть не нужно часами годами глючится искать это что ты есть тот кто ты есть и она в тебе живет твое призвание она в тебе живет это ты и есть может быть вот я как раньше думала люди пил поют там ушить умеют красиво одно дело учиться другой люди вот про мне не не обучаясь шьют другие дела ну понимаете как вот парикмахером допустим вы до один выучился стрижет и как но и стрижет и стрижет себе а другой просто душу себе вкладывает то есть как бы призвание есть этому быть вот и это мая у нас которая во время стрижки людей она их еще и конца одна женщина говорит я так люблю к тебе ходить горит я на тебя смотрю в зеркало улюбуюсь я груда почему она горит ты с такой любовью это все делаешь горит аж вот залюбуешься процессом говорит я ходила до этого к одной парикмахер уй и я видела как она работает без любви и тоже сама мастер сказала я пошла парикмахером только из-за денег игры странно особо денег там не заработаешь но я не представляю вообще как иметь работу без любви я в своей работе нашла свое призвание то есть иногда работа данная ты иногда выбрал правильный путь меня просто бог поставил на этот путь потому что я была экономистом бухгалтером работала с цифрами свою работу я не понимала люблю не не люблю но меня это до тошноты было с цифрами сидеть отчеты эти сводить я вам признаюсь честно это было очень утомительно и плюс в комнате закрытой сидеть я понимала что я хочу чего-то другого но до конца не знала что и когда я пришла к богу бог не проговорил ты будешь трудиться своими руками и я спросила а что это и бог не сказал выбирай сапожник или парикмахер я так подумала посидела и думаю сапожник что-то как-то не выглядит по-женски кстати я потом познакомилась женщиной сапожником у меня была своя обувной цех в нашем городе где жила и это очень тоже творческий процесс увлекательный у меня брат двоюродный делал обувь я смотрела это очень интересно и я выбрала парикмахером посчитав что это более женская работа хотя очень мужчин тоже много вовлечено в это но что хочу сказать есть профессия а есть как призвание и я поняла что вот эту профессию от бога данную я имею как свое призвание я себя реализую через это я открываю для себя новый мир я люблю людей я растворяюсь в этом я не могу сказать что я работаю я реализую себя вот это есть призвание реализация самого себя когда ты хочешь не как на работу да это творческий процесс через тебя открывается также как люди есть поют вот как алла пугачёва допустим взять даст стас михайлов эти люди открытым текстом говорят я знаю что это дано мне свыше а призвание она что призвание что за собой несет через свое призвание ты влияешь на людей или влияешь в хорошем плане ты приносишь полезный плод за который прославляется имя бога за мои стрижки за мои работы благодарят люди это не значит что они самые самые лучшие но что-то происходит такое какое-то влияние на человека судьба меняется сам человек меняется это не распространяется на всех потому что мы все разные вот но я просто говорю за те моменты чтобы вы понимали что такое есть призвание и причем на каждых этапах жизни у меня открывались разные вещи когда я еще не была парикмахером мое призвание было какое мамой до мамой быть это призвание или нет конечно призвание это призвание это это призваны богом и быть это выносить жизнь это привилегия автоматически вкладываться вот ты возьми маленьких детей да и просто в комнату их запусти и что будет происходить это я замечала когда к нам в дом приходили гости мальчики идут ищут выискивают какие-то машинки им никто в руки ничего не дает они автоматически заходят и мальчишки выискивают что какой-то палочку вертолетик а девчонок выпусти они же найдут вытащат тряпочку они палку завернут в тряпочку и будут вот так носить в руках она инстинктом вложено в тебе то есть твое призвание инстинктом вложено в тебе хочу поделиться сегодня я встречалась с молодым человеком мы записались американскую радиопередачу и интересно что он рассказал у него старший брат инвалид 5 детей в семье и сейчас 17 лет он high school и ему сказали ты должен месяц волонтер где-то добровольно отработать и он пошел в госпиталь отработал целый месяц и как ты думаешь он решил там остаться ему школа говорят тебе уже там не надо по помогу горят не надо он говорит а я хочу верю что же ты там делаешь на горит я разговариваю с пациентами у кого рак у кого депрессия у кого тяжелая ситуация кого к операции 17-летний парень ходит и вот именно я говорю что же ты им говоришь алгорит а больше времени я просто сижу и слушаю ты представляешь ему это нравится почему потому что у него братик инвалид он уже у него же есть открытое сердце к этим инвалидам и он ходит в госпитале просто волонтер свое время и призвание это из тебя вышло то что кто ты вот кто ты и есть понимаешь он горит меньше дури в головы лезет потому что когда ты ничем не занимаешься многие люди очень ищут профессию работы и часто очень часто выбор выпадает в ту сторону где можно заработать деньги люди рассуждают логически своим умом не не вопрошая вселенную не вопрошая творца чтобы в них это желание возникло ну конечно у меня желание парикмахера мне возникало поэтому мой метод был такой что бог проговорил ко мне но иногда у людей это возникает по-разному вот как-то по стопам родители идут профессия или еще что-то но на самом деле бывает так что от у нас семей не было врачей врач появился а ребенок просто с детства вот обнаруживает себе способность вот это уколы делать им это нравится это счастье когда призвание с детства вот так вот смотри пример тоже вот ты говоришь некоторые гонятся за деньгами и даже не задумываясь это мое призвание или нет хочу ли я там работать или нет главное но чтобы деньги заплатили да и иногда ты идешь на работу и тебе платят много денег но это так много стресса тебе приносит что ты не счастлива становишься да я сейчас в этой ситуации у меня есть возможность найти очень хорошую работу и будут больше платить потому что у меня есть образование и опыт но я выбираю работают и обратно на вик программу где вот у меня сердце вот покой и я так рада потому что я обожаю общаться с людьми вот это вот даже мысль об этом не уже приносит радость и я знаю что там просто не будет этого стресса а если найдешь новую работу те будет больше платить но это стресс и я мама я его просто не хочу а есть мама родители которые гонятся за деньгами и теряют жизни много радости у нас есть живые люди кто пишет что-то или нет и у нас есть люди которые слышите нас напишите у нас есть люди спасибо что напомнила у нас есть оксана слушает нас ольга дина детков елена белых добрый вечер всем этот те только кто кого я вижу я уверена еще многие нас смотрят и кто-то пишет нам повторите номер еще раз я не знаю или номер прямого эфира я вам повторю номер прямого эфира и номер для регистрации номер прямого эфира 9713191130 мы бы хотели друзья дорогие чтобы вы нам звонили чтобы нам не было здесь так скучно 9713191130 и вы можете поделиться своими историей и конечно подарок как мы обещали мы вы можете выиграть мою книгу пазл илюши которая в настоящее время продается на amazon если вы будете просто печатать органищенко и по русским магазинам а телефон для регистрации 261 261 2629 и у нас звоночек я вот постараюсь его триста триста шестьдесят 261 2629 добрый вечер вы в эфире добрый вечер девчонки очень хорошая насущная актуальная тема тема по настоящему времени мне очень нравится улыбаетесь святой улыбкой вы просто меня заряжайте надеюсь вас смех позитивный не смеетесь над нами а как вас зовут откуда меня зовут николай вы местный оттуда из портланда но я живу в ангуре да николай уже 30 лет в америке а вы хотите что-нибудь добавить о призвании очень очень хочу очень пожалуйста да призвание это ответственность посвящение и привилегия без этих трех комплиментов компонентов не может состоять само призвание значит хочу поделиться личным опытом как-то на радио на 10 10 один директор центра объявил что им нужно нужен человек который бы проводил служение в рэп-центре знаете как только я услышал у меня внутри вот что-то загорелось и у меня появилось такое желание просто вам не передать это эту работу должен делать я да я сразу позвонил и вот я уже тружусь в рэп-центре 10 лет прекрасно да я вижу результаты своей работы и вам это приносит удовольствие радость мне не то слово удовольствие сестры не тянут и дорогие прекрасные невесты вы прекрасной почери сиона это слово не то слово понимаете я вижу результаты своей работы очень многие ребята братья всех возрастов подростки я вижу как бог исцеляет их не сердца как они восстанавливаются и потом каким-то способом находят мой телефон и звонят и благодарят примеру я вам веду не занимать вас долгое время один пример вот я живу ванкувере как-то я иду с магазина и мне навстречу идет прекрасный чернявый высокий мужчина николай привет привет а ты помнишь меня геро абсолютно нет не помню но я был в рэп-центре он сам американец я благодарю вы знаете он слезами говорил я не мог просто удержаться он благодарил за те проповеди зато служение которое веду значит бог восстановил его семью жена вернула дети вернулись бог восстановил его в работе он имеет сейчас прекрасную работу знаете это мне намного больше дает вдохновение здоровья и благословения чем иметь там два дома и три дома понимаете как вас зовут николай 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 хочу спросить у вас вы считаете призвание вот этими делами такими добрыми это заниматься надо только в своей церкви или вы можете быть членом одной церкви или даже человек может быть даже не церкви но где-то вот именно в совершенно в другом месте служить правильно очень актуальный да очень актуальный насущный вопрос дело в том что я служу в рэп-центре но не являюсь членом церкви этой этого рэп-центра или этой церкви я считаю что куда мне бог позовет я с удовольствием пойду понимаете а как ваша церковь благословили вас на этот труд я никому не долаживал вы считаете что призвание это личное дело человека им не должен кто-то контролировать правильно но но и не должен никто лапшу если кто-то вешает лапшу быстренько тряхни и дальше значит ко мне подходили и на работе там на церковь ты не боишься что на тебя руководство восстанет и на у здоровой церкви здорово объединения абсолютно не боюсь ну я им сказал и всем говорю что если надо я даже брошу церковь потому что я вижу на что меня позвал господь получается вы послушали сердце свое призыв сердце вы не побоялись того что о вас скажут люди и вы самое главное делайте это от сердца для бога и ради спасения других людей и это вам приносит огромную радость да да аминь 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 вот это и призвать его и в этом меня и в этом меня никто никогда не разумеет николай я идет призыв от господа надо слушаться своего сердца что бог говорит внутри тебя николай у меня к вам тоже есть вопрос вы не могли бы повторить в самом начале вы сказали три составляющие без чего не может быть призвание можете их повторить привилегия привилегия ответственно ответственность ой забыли сами уже да и посвященно посвященность спасибо николай ваш звонок был очень очень в тему спасибо вам огромное мы сейчас будем продолжать нашу программу и что я хотела заметить и отметить что то о чем я говорила николай озвучил что при призыве каком-то в его сердце родилось страстное желание быть в этом служении это тоже не говорила как распознать свое призвание когда в тебе возникает страстное желание делать что-то и ты не просто хочешь это делать ты не можешь это не делать николая случай хороший пример для этого то есть бог вкладывает нас желание хотения по своему изволению николай услышал призы в своем сердце и в нем родилось страстное желание и вторая вещь на которой обращала внимание о призвании это то что призвание это то что дает нам способность влиять способность влиять и у каждого сфера влияния совершенно николай спасибо вам за звоночек мы будем продолжать еще спасибо да николай вы хотите еще один рассказать да хотел еще один пример поделиться давайте один только быстренько а то у нас время значит я знаю и мы летим на крыльях веры прямо в небесах значит и значит хотел бы поделиться вот перед новым годом не одна сестра на фейсбук личку написала такую просьбу значит она пишет дорогой брат пожалуйста помолитесь муж бросил четверо детей и ушел другой жене я не могу выдержать у меня сердце лоб я и разорвусь на куски я помолился за нее и внутри я получил откровение вы не представляете я сказал начинает благодарить твой муж вернется ходит проходит определенное время муж я возвращается она опять не пишет личку благодарю брат что муж мой вернулся а потом задает вопрос он не хочет хотеть на служение что делать я опять пишу я помолился и опять пишу вы меня слышите да да слышим да я опять помолился и говорю ей вы его не заставляйте не доминируйте любите уважайте и делайте его себе расположение делайте чтобы он был к вам расположен и что вы думаете говорю и постоянно благодарите бога проходит определенное время муж возвращается церковь вере жизни да спасибо это очень николай мы согласны с вами спасибо огромное за звоночек до свидания очень прекрасное свидетельство правда же оля до на призвание и особый момент который на который я обратила внимание это та свобода который наделен николай смотрите призвание она настолько держит его в жизненном балансе что он не подвержен а всяким как он сказал лапшу вешать дали что-то то есть не подвержен никаким рамкам и никаким пуганием никакого каким-то до рамкам стандартам это очень важный момент потому что когда ты имеешь призвание чтобы быть в нем это это все длина для нас вот просто однажды со сцены я услышала о своем призвание сейчас хочу поделиться этим можно оля конечно то есть как бы все уже наслышаны что я проходила сложное время не устану это повторять потому что это правда и бог меня провел через это вывел и было такое на служение у нас церкви в сакраменто я посещала церковь мелхиседек и я начинала как бы уже размышлять что я понимала есть особенное призвание для меня и я понимала что у меня жизнь как-то не склеенная как бы разбитая на осколки я не могу ее собрать в общую картину дизайн где бы прославлялась имя бога ну там делаю что-то там делаю там что-то делаю там не отвеченная молитва там какое-то не устройство и меня это не вводило в гармонию самой собой и я говорю господь я понимаю что у тебя есть призвание для меня но у меня очень много вопросов неразрешенных вот это вот это вот это вот это и целый список как с этим быть иногда мы называем это не отвеченные молитвы а просто какие-то неурядицы и самое главное нету нету мира в сердце и я с этим вопросом обратилась богу вполне серьезно откровенно и я пришла на служение и было очень очень уникальное служение оля выходит пастор оля музычук и говорит я не могу это не говорить обычно пастор виктор не разрешает ольги проповедовать воскресенье у них свое устроение какое-то и она говорит только на женских мероприятиях на женских общениях и ей он не мог в этот момент не дать привилегию говорить на воскресном служении и пастор оля сказала я точно знаю что бог проговорил нет для кого-то кому-то и всю проповедь которая была наверно около часа я прослушала как одну минуту ровно шла информация из ее уст прямо в мое сердце из ее сердца в мое сердце за ее уст мой разум это было просто потрясающе ловила каждый момент каждый штрих потому что бог через нее проговаривал мне и она сказала есть зале человек которому бог говорит все что твои тревоги все твои не устройства вот все абсолютно что богу говорила вот это нету мира в сердце не отвеченные молитвы там не урядится там не уредит не урядится все это имеет ответ в твоем призвание входи в него я такая вау я говорю господь а как мне туда войти как мне быть что мне делать и она сказала если ты не знаешь следом я говорю что делать тут же на этой же проповеди она говорит если ты не знаешь чего начать начни просто с постов с молитв и начни что-то она еще сказала сейчас я вспомню улетела мысль просто и вы знаете и она говорит все ответы все в твоем призвании и говорит и ты знаешь об этом уже и ты задавала вопрос богу вот у тебя была болезнь она как бы ушла потом вернулась и ты думаешь что ты умрешь и ты не умрешь это действительно так у меня была вегетососудистая дистония и аритмия сердца и она ушла в один момент я так чувствовала себя хорошо не таблеток не пила ничего и она вернулась и меня это тревожит называется пианика так по-английски или паническая атака это то состояние как приходит страх что ты вот сейчас прям умрешь несколько раз вызывали скорую сын мой даже взволновался мама если ты умрешь что мне делать я не знаю ну подожди давай обсудим этот вопрос и было такое состояние неприятно я уже думала что я умру и она отвечает мне со сцены ты не умрешь но тебе нужно входить в твоем призвание я поняла что это вопрос очень серьезный серьезный для кого для бога прежде всего и для меня потому что я понимаю что бог вложил это призвание в меня это его мечта обо мне я должна это делать я должна входить туда и я начала молиться и спрашивать с чего мне начинать как входить свое призвание и бог мне ответил такую мысль новое имя то есть до этого момента я желать что-то дело деятельность служила много всего и бог стал мне говорить спрашивай новое имя свое я начала спрашивать гру господь ты сотворил новое небо новая землю ты нам откроешь свое новое имя и ты каждому из нас дашь новое имя игру господь это когда будет на небе или это будет здесь и бог мне говорит в одно утро просыпается и говорит ты спрашивала свое новое имя ты хочешь его знать я говорю да конечно и мне бог проговаривает успешная и счастливая вау говорю я да ты у меня было несколько секунд когда небо открыто надо мной на меня смотрела все небо ангелы я думаю если я сейчас не приму не соглашусь это будет все в тот момент ты была успешна и счастлива я не знаю я просто спрашиваю я не считалась я была в тот момент в депрессии счастлива естественно не считала и рыдала каждый день а успешной действительно же нет и бог не говорит ты счастлива и успешная это равносильно как ветхом завете бог приходил и говорил ты такой такой да я там допустим абраму ты отец множество или саре мать множество на ха 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 вообще же бог пошутил шутник также мне было я счастлива и успешная но я должна это было принять верой мгновенно вот так отсчет шел на секунду как саре он сказал она еле-еле одного родила да а какое потомство у нее потом уже представляете ты не знаешь что тебя ждет в твоих внуках да еще ни одного нет кстати представляешь вы знаете это настолько потрясающие моменты когда бог сам говорит и мне легче в этом но есть люди которым бог не говорит вы не уничижайте себя потому что иногда бог говорит через людей иногда говорит лично тебе иногда ваше призвание просто в вас живет и в своем вот этом пути однажды я кстати вот вернемся назад чуть-чуть когда бог не это проговорил я поняла что это как печать и бог поставил как печать на меня я как будто запечаталась для него и с этого момента началась моя новая жизнь потом познакомилась я вот с тобой у лес ксении началось какое-то новое новый виток движение вдруг в один момент я прихожу к тому что я начинаю понимать что все что происходить будет я не выдержу физически во первых возраст во вторых то служение которое мы делаем оля до физически сложно переносить даже мы конференцию женскую провели два дня я лежала в постели как бы отходишь от этой таки это такие знаете как бы секреты мы вам открываем даже кто-то меня поймет то что ты не понимаешь что ты делаешь правильно да и я просто воззвала богу говорю господь это настолько серьезно как вот николай говорил это настолько серьезно но это настолько кайфово ты когда входишь это написано вкусите и узнайте как бог благ а когда ты это вкушаешь ты познаешь это ты уже не можешь это не делать и я пришла к тому моменту что я уже не могу это не делать а чтобы делать это мне сил физических не хватит я не могу физически всех обнять я не могу физически на 60 звонков ответить в день понимаете о чем я говорю но это я примерно говорю и я это осознала реально я говорю господь что мне делать как мне быть двигаться в моем призвании и знаете что я услышала оля знаешь что я услышала нет и спеши или нет слушать или ты о чем-то думаешь я тебе тут сердце открываю я услышала внимательно я уже если на звонки не идут дорогие друзья мы ждем вас звонки 503 238 900 звоните нам слава богу мы хотели слышать о вашем призвании слава богу оля не спит я надеюсь и вы не спите вы слушаете нас и в ответ я услышала то фразу которую я назвала сегодняшний эфир выпусти иисуса из темницы как вы думаете мне это было слышать это было неудобно вразумимо для меня то есть она в меня не влазила игры иисус поясните пожалуйста что значит выпустите иисуса из темницы я говорю господь поясни мне пожалуйста что это значит и мне приходит в разумление стараюсь с перевести на свой язык человеческий в общем бог не проговорил что вы свет миру зажегший свечу ставят ли ее под стол или ставят ее на стол чтобы светило всем так дальше размышляем и дальше бог говорит я зажег в тебе свет для чего чтобы свет светил светил кому светил миру светил людям светил для чего чтобы прославлялась имя боже чтобы люди видели добрые дела ваши и прославляли имя бога это то о чем мы говорим получается чтобы свет твой не светил рядом сидящему в церкви потому что он святой а церкви речь не идет вообще здесь не идет речь от церкви я тоже так она лажда мы должны светить и служить дорогие друзья за рамками церкви каждый день наших жизни и смотри дальше было проговорено так я говорю господь я не очень еще понимаю дальше бог говорил мне вразумлял меня я это понимала на уровне клетки на уровне вот духа сейчас я просто стараюсь объяснить чтобы вы тоже поняли и потом иисус мне говорит ныне я избрал жить в вас то есть я вам говорю вас а на самом деле он говорил ко мне я избрал жить в тебе я живу в тебе окей и бог дальше что бог есть свет правильно значит зажечь свет внутри себя зажечь свечу это просто позволить иисусу светить через тебя и я думаю ну как бы не сильно понятно мне это да и бог не говорит просто выпусти меня просто выпусти меня из темницы почему что это такое и дальше есть книга матфея новом завете 6 глава по моему двадцать восьмой стих свет который есть в вас не если свет который есть вас есть тьма какова жить то какова же тогда тьма и этот вопрос поставил мне как бы и блюк и в то же время пришло понимание то есть когда мы это типа самоправедности как ты говорила все же правильные все святы и мы делаем делаем добрые дела и мы что делаем мы понимаем что надо делать добрые дела и что что происходит мы устаем и пошли вы все уже потом знаешь и пастор на служение вообще не пришел он обиделся закрылся дома сидит типа духовное откровение получает а на самом деле он закрылся дома почему потому что он делал 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 и устал и устал выдавься понимаешь и то есть мы можем понимать что мы должны де брала где мы можем понимать что у нас есть призвание но совсем другой момент приходит когда ты иисуса выпускаешь из темницы то есть ты даешь ему светить через тебя это называется знаешь как это называется это называется ежедневное умирание для самого себя то есть внутренний твой человек обновляется каждый день а внешне вот этот человек наша похоть наши страсти все тлеет что это значит это значит что я живу как бы в своем теле своей плоти и что она у меня грешная испорченная она никуда не годится и по плоти если я буду вот так это все делать размышляет думать что я должна и бог говорит ты ничего никому не должна вот и когда ты включаешь этот свет иисуса позволяешь прежде ему всему обновлять свой разум понимать что ты не царь что ты не бог что ты человек и и даешь божественной натуре иисуса христа проявляться через тебя понимаешь откуда берутся силы откуда берутся эти способности как ты говоришь вот я на себя смотрю назад ты сама свои своими устами говорила на себя смотрю думаю ой аж охота себя похвалить вот это сделает а сделала а как я я думаю я не умею это я не умею это я не умею это я ничего не умею если перечислять по пальцам то я ничего не умею и я когда рассказываю одному человеку я вот это ничего не могу это не могу он из excuse me ты не можешь ты вот это вот это вот это вот это сделала понимаешь то есть мы сами не видим то когда свет иисуса светит через нас когда с когда мы выпускаем его на темницу из нас то есть это происходит как там на уровне днк каком-то в тебе включается этот свет ты иисуса просто возьмите вот и и выпустить его на свободу из себя поймите что бог живет вас можно я добавлю как я это в свое время поняла вот имя ты говоришь своим языком я расскажу расскажи очень интересно да я думаю она тоже будет еще более понятней после того когда я прошла ну прошла тяжелые испытания в жизни был момент когда я просто сказала господи читала вдохновляющую книгу на мне так вдохновила и сказал господи так тебя люблю я готова вот используя меня так хочу что-то для тебя делать конечно это была молитва это было это я открыла свое сердце и пустила к бы сказала боже мой я на все готова я готова готова конечно очень много идей талантов посыпалась и все и примерно в то же время когда вот происходили такие вот даже можно сказать на уровне вот общение с богом я вот так близко почувствовала и была готова что-то делать для него я тоже поняла моя вот был момент когда я поняла что вот как ты говоришь открой своё сердце выпусти иисуса да это это я понимаю что в тебе вот мы должны достигать совершенство мы должны достигать характера бога вот как через нас будет сиять этот цвет божий это через наши уста мы должны говорить то что иисус говорил это через наши дела вот мы должны делать то что он сделал бы это через нашу жизнь это накорми голодного это протяни руку помощи это обними того кому больно это вытри слезки кому плачется вот именно я так поняла что я должна вот дела мои слова мои все что я не делаю я должна жить так как жил бы иисус и еще один маленький пример приду вот именно примерно в то же время мы поехали на женскую конференцию в такому с любой шейфер я ездила и была такая огромная конференция много женщин молитва идет а я просто пошла и начала просто за женщин молиться я никогда такого не делала а вот сердце хочет вот вот это призвание да вот открой начни делать то что ты никогда не делала желание и слушай и я с такой вот верующей семьи с такой консервативной семьи вот у меня мама всегда учила краситься грех это грех этот грех я здесь подхожу передо мной стоит армянка но размалеванная размалевана ну так накрашена ну знаешь как некоторые армяне красится но некоторые люди красится больше чем обычная но как бы очень такая накрашена и стоит плачет вовсю я просто вот обняла просто обняла и за нее помолилась и она мне потом поворачивается в конце молитвы говорит я почувствовала как меня иисус обнял не смотри на лицо не смотри даже на должность один из моих уроков жизни знаешь какой мая когда ты встретишься с президентом веди себя с ним как с другом потому что ему лисицы уже надоели будь сам собой где-то не есть хоть с царем хоть президентом хоть с мая осипов и одному и так себя вел иисус христос он исцелял он помогал и он даже не боялся властей он говорил то что он считал справедливым и он поступал так правильно да правильно очень хороший момент это заметила вот именно то что что я и говорю выпусти иисуса из темницы то есть что для меня это значит вот это момент когда ты обняла женщину в тебе возродила желание ты это сделал то есть ты высвободила иисуса из темницы ты обняла ее и для нее это было объятие иисуса для меня допустим выпустить иисуса на исти мне ци что это значит вот для меня к 1 библи на библейском примере при и приведу пример что для меня это значит и однажды иисус шёл с учениками и сидел у колодца ученики пошли купить еды и подходит колодца самарянка самаряне с иудеями не общались иисус сидит заговорил с ней она интересно говорит я знаю что самаряне не общается с на ну и иудеи не общается с нами во первых была одежда какая-то шона узнала что он и иудей правильно во вторых там же даже сами ученики пришли и удивились как это так он с ней разговаривает если бы он был член церкви как он разговаривал с ней привет а дай мне воды попить женщина была чего на 5 раз замужем и этот не уж у меня так не сказал что я понимаю в нашим языком это то есть он расскажу николай вообще-то я забыла спросить ваш номер телефона я же обещала книжку высвать николай вот смотри что значит выпустить иисуса и вот смотри как бы я поступила как ты говоришь ой наверное эта женщина слишком короткой юбки наверно надо как-то вот иисус как сидел пришел пришла душа привет она бит привет о а я думаю иудея самаряна меня общается он год общается еще как общаются говорит дай попить аж нет кто пить просил да он у нее пить попросила все мне понравилось что сказал пришла душа я думаю мы должны видеть каждого человека как душа и без титула в бежать марш и слушай дальше историю а он не говорит иди позови мужа иди позови мужа потом еще что-то она сказала завода он гэт если ты знала кто с тобой говорит она так смотрит на его и думает а кто с ней говорит и она горит я вижу ты пророк она будет молодец угадала почти что это иди приведи мужа но нет нет у меня мужа ангет вот это ты правильно сказала для тебя и те шесть были что у тебя тоже тебе не может я знаешь почему может быть она расписанная с ними было но почему он сказал были не мужья потому что эти ответ люди мужчины не брали ответственность за ее жизнь для бога муж тот кто берет ответственность за твою жизнь за твое обеспечение питает греет до аж до смерти потому что иисус написано мужья любите жен как христос возлюбил церковь питая грею и жизнь отдал за него так мужья должны любить жен если он не любит так значит он не муж и он играет и те шесть были что они тоже тебе не мужья ты права ведь иди скажи народу тут он не разбирает не осуждает ее чушь ты так запуталась своих мужиках 6 браков да наверно не подойдет иди позовет вон ту машу с той улице у нее один муж она более святая чем ты и пусть она расскажет что тут пророк сидит он не смотрит ни на что он видит душа прекраснейшая женщина пришла душа пришла и горит привет дай попить а вообще-то горит если ты знала кто то ты сама попросила воды живой то есть интересный разговор с ней завел и потом год иди приведи народ скажи тут пророк пришел она пошла год слушайте послушайте там пророк пришел и что удивительно ее послушали в городе бы сказали да ты вообще уже не в уме у тебя 6 мужиков было сейчас 7 непонятно кто мы сейчас тебя слушать будем пророка ты там нашла да ты сама в своей жизни разберись какая удивительная ситуация происходит бог ей дал от начала призвание но не просто также произошла эта встреча это было призвание этой женщины привести весь город в моей мозге то не укладывается пришел к иисусу через эту женщину он не обсудил ее не осудил он просто с ней завел простой разговор вот что для меня значит выпустить иисуса на свободу с человеком встретиться и просто нормально разговаривать и сказать слушай без всяких там что у тебя три брака иногда ты боишься сказать сколько у тебя браков так что у тебя еще тот муж был а а дети от кого от этого да какая разница да ты ж не знаешь что у тебя будет завтра и как твои дети будут жить написано не суди и не судим будешь ибо судя человека пересуживаешь худыми мыслями и сам тоже делаешь еще хуже понимаете вот что есть выпустить иисуса на свободу дать и и себе дать себе шанс смотреть через твои глаза написано если твой око чисто когда она будет чисто когда ты дашь иисусу смотреть на человека его глазами без суда без всяких стандартов без погонок без привилегий без ничего ты вот сказала мысль да бог вы лицеприятный предпринимаем собой бог сказал я есть кто я есть я считаю мы должны быть сами собой мне бог открыл проговорил недавно я смеялась для кого-то это будет чем-то одна женщина сказала моя много говорит чего в библии нет да и аминь я говорю много чего в библии нет но что есть сердце бога и он открывает мне свое сердце вот этим я считаю себя ценной и многим так есть просто вы еще не оглашаете это а мне бог дал привилегию как его николай сказал это привилегия бог мне дал привилегию говорить открыто потому что я сказала да я буду говорить и я мало еще говорю потому что многие вещи которые бог мне говорит открывая свое сердце они просто крышу сорвут религиозным людям я культурно еще так потихонечку молчу смотрю смотрю что можно сказать какую пищу дать и вот когда ты дашь иисусу смотреть и кстати вот какие три вещи как мне иисус спросил как моя ты думаешь какие три вещи которые уравнивают людей делает нелицеприятны оля угадай еще одну книжку будешь дарить кто угадает какие три вещи я не буду тянуть ваше время давай телефон я раз назову если вы угадаете три вещи которые делают людей что нелицеприятными перед теме я 0 3 5 0 3 2 3 8 9 0 0 0 друзья звоните нам ответьте на этот вопрос какие три вещи делают нас нелицеприятными три вещи которые до нелицеприятны не нас делают от те вещи 33 момента которые делают нелицеприятными ты если никто не позвонит и расскажешь нам да время возьмем да вот это то что иисус проговорил мне о призвании когда ты подходишь какому-то моменту для кого-то другая вещь допустим человек очень хорошо вот совсем ничего он думает думает много лет я же 65 лет а ты все думаешь какое же мое призвание все уже не знаю жизнь прошла бабушка прабабушка уже внуки всех ну какое призвание а ты может быть вкусно готовишь кушать правильно вот готовишь еду и все пальчики твои да особенно она домашняя она классная ты просто готовишь вот домашнюю классную еду навари назови людей накорми возьми кастрюльку этого супа или пирожков отнеси соседям скажи хочу вам дать попробовать внутри хочу добавить я думаю именно в этом процессе когда ты узнаешь чувствуешь по ней начинаешь понимать свое призвание у меня еще какой интересный процесс произошел что в тот момент мы сказали своей семье что нам все равно что она скажут люди нам очень важно что она скажет бог почему мы так сказали потому что мы делали вещи которые которые мы были не научены которые другим не нравились и мы знали что нас осудить но сердце мы понимали что мы должны поступить именно так даже если нам скажут вы неправильно делать даже если с нас посмеются даже если нас осудят а также в моей жизни я очень много делала вещи которые я до конца не понимала что я делала но мне как одна женщина сказала оля если тебя просят они верят что ты на это способна и хоть я в себе сама сомневалась я думаю ну чё там лучше кого-то нету но когда меня просили даже я до конца не понимала я соглашалась я делала много вещей которых я не понимала но через неделю через две через месяц мне бог всегда показывал для чего я должна была это сделать я думаю очень важно научиться слушать свое сердце можно один пример приведу это к примеру вот книга пазл илюши и герой наш четвертый ребеночек и семь месяцев он прожил и бог забрал его к себе но это было время это было как бы шторм нашей жизни не проходит три недели мне говорят оля мы хотим чтобы ты поделилась своим свидетельством на женской конференции во первых я боюсь во вторых что говорить мой ребенок умер но в сердце я почувствовал ты должна я сказала это свидетельство мне руки-ноги трусились я до конца не понимала что я делала на я только говорила когда вам трудно вас бог несет на руках буквально ровно через месяц ровно через месяц звонит мне мама а и потом еще на радио этим же делилась и звонит мама и говорит вот никак тени наберусь позвонить спасибо тебе за твой свидетельство у меня точно так ребенок умер на руках я уже год не могу успокоиться не могу пойти к нему на кладбище не могу даже на его фотографии посмотреть спасибо тебе огромное когда я слушала твою историю мое сердце исцелялось я поняла что хватит плакать надо начинать жить и надо успокоиться и жить для детей для мужа и именно так мне бог показывал что ты не понимаешь как еврейский народ говорит мы сделаем потом поймем так старом завете написано то же самое много происходило моей жизни и я думаю моя и у тебя так тоже много происходит очень много очень много делаем просто мы их не понимаем но в сердце мы чувствуем что надо надо освобождение иисуса из темницы когда ты не понимаешь когда ты доверяешь ему ты отключаешь свой свое понимание написано что как не полагайся на разум свое надейся на господа и то есть своего рода какая-то надежда на господа и как вот николай звонил говорил что это ответственность и полное посвящение мне больше всего понравилось привилегии да это ну да это привилегия для нас и только призвание делает нас значимыми если мы не в призвании очень все люди ищут признание очень все и вот это признание она находится в призывании в нашем для чего мы призваны очень рано молодежь почему молодежь очень сложно посадить на наркотики взрослых людей сложнее чем молодежь почему потому что молодежь она еще не определилась в призвании для чего не пришли на землю и беда и они ищут признание хорошими делами в их нему пониманию очень сложно заслужить признание а им так хочется как бы выпендриться показать себя и что они делают они начинают делать плохие дела таким образом как бы привлекая к себе внимание на самом деле это натуральный инстинкт а очень мало тебя похвалят школе очень мало похвалят тебя где-то а им нужно призвание похвала если дома тебя мало хвалят если там в окружении там мама еще бьет помимо этого или папа или вообще молчат но есть ребенок и есть хороших слов похвалы не скажут они ищут этого признания с детства это как инстинктивно и это признание она реализуется в твоем призвании многие попирают свое призвание смотрят куда-то там или в церкви служат служат а счастья то нет а наслаждение то нет а признание то нет и все кому-то что должен потому что и говорят такой контроль я вот так всю душу выкладывала там контроль пастор там наорал там все а что ты хотел ты был не в призвании ты просто исполнял какую-то роль в церкви ты служил там это дары служения или еще что то но в призвании сейчас у меня как бы активируется и все духовные дары и пророчества очень часто случается так что я при встрече с человеком говорю ему от духа святого и они говорят точно такие же слова я слышал там от пророка от того я не называю себя пророком но дар пророчества есть он проявляется в чем в моем призвании а призвание какой однажды когда 20 лет назад спрашивал о своем призвании признак призвание бог сказал ты ты призвана быть благословена забыла как точно было сказано своими словами скажу что на тебе благословение авраама я думаю что это такое когда начала читать мне бог проговорил в сердце в те в тебе через тебя благословятся народы и вы знаете я думаю ну как это будет я заметила в своей жизни через меня то что вообще я есть благословляет бог людей он так захотел он так избрал он меня призвал для этого и я заметила думаю слушай господь говорю что-то люди то вокруг благословляется круто причем благословляется через меня а я что-то как-то неблагословен потому что призвание она не не одногранное она как бриллиант она многогранная и как блестит свой определенный момент жизни открывается все это мы же призваны мамами быть но мы еще говорим мы не готовы на самом деле мы и не будем никогда готова пока вот не станем ами пока ребенка родили на руки взяли все сразу все инстинкты открылись и так и призвание пока мы не вошли в него она не открывается все многогранность его когда мы посвящаем посвящаемся бы богу верным им когда мы на этом пути сейчас я уже понимаю вот призвание так как чтобы иисуса выпустить на свободу поэтому это уже много обширнее тоже многограней еще один раз кстати нету ответа у нас на 3 на 3 вещи которые мы все тишина длину спят уже да смотрю а мы сидим говорим можно я хочу добавить мою мысль я не знаю согласишься ты с ней или нет но ты когда рассказывала что призвание это как бы иисус нас призывает там бог призывает нас вот войти в это призвание и вот ты говоришь я невеста иисуса христа да а вот для меня вот она как будто вот христос тебе делает предложение вот он сделать ей предложение я тебе предлагаю войти в свое призвание все что тебе надо это только захотеть да и вот когда ты захотелся ты понимаешь ты получаешь совершенно новую жизнь а вот в моем случае это было как я и не слышала такой проповеди вот как вы сейчас слышите дорогие друзья но через какую-то книгу бог ко мне проговорил было две вещи ты не должна ждать денег и возможностей есть желание начинай делать тебе бог всегда пошлет людей и финансы в помощь и второе да и вот так она говорит что не надо ждать что в тебе кто-то придет и сказать моя определенная нужна учительница русской школы это будет твое прозвание будет ли это твое призвание я не знаю вот как этому николаю я думаю ему просто повезло он услышал и он пошел и он нашел то что его сердце с радостью делает я думаю каждому из нас схватиться за это призвание это просто сказать господь я готов я хочу войти в свое призвание насколько я понимаю это не обязательно должно быть вашей церкви или где-то там это может быть ваша личная ежедневная жизнь вот поза стенами церковь это жизнь наша перед людьми и нам написали людочка нас слушает абакумов наверное устали все поэтому не отвечает сын мой точно устал пишу его уроки люди спасибо что участвует хоть нас повеселила и сакраменто доверяем тебя но я рада я вижу нас слушает по фейсбуку слава богу хоть видно кто нас слушает дома и так ты считаешь я понимаю правильно очень правильно и еще приз наше призвание когда мы себя хотим понимаем эту тему мы активируем себя она делает нас активными и очень часто допустим в церкви или в обществе люди видят это что ты сверхактивный ты понимаешь что у тебя какое-то призвание ты что-то делаешь ты активный и очень часто тебя могут сбить сбить с пути и говорят о мне кажется ты вот прям вот этот человек тебе вот это надо да и ты думаешь ты еще не определен как-то точно да почему потому что как бы ответ богу да это процесс будет это не то что вот как-то бух и все а это процесс процесс многогранность формирования ошибки взлеты падения но она открывается в тебе и ты вкушаешь его и наслаждаешься этим это даже невозможно объяснить а люди видят твою активность и говорят о как ты говоришь да тебе надо воскресно в церкви допустим там дырка в детском служении пастер понимает что мам много детей рожают надо детей как-то формировать определять ты су я вижу прям тебя служителем детской школы как обычно с детьми никто не хочет и тебя видят служителем детской школы хорошо если пастырь добрый говорит кто хочет служить и поднимают руки а так прям видят в тебе служить а все тошнит от этих детей ты своих еле-еле выносишь потому что ты христианин и тебе надо хорошо себя вести но есть действительно как детей ты любишь как ну как рожденных собой но чтобы заниматься вкладывать детей это нужно особое призвание тоже дорогие мои я знаю одну женщину она прям вот я люблю это делать у него прям ты затронет у тему детях у нее слюни брызжут за полметра на так рассказывает у нее детский садик сакраменто она так рассказывает все программы два часа не хватит чтобы она рассказала все что она хочет делать для детей и делает и для их родителей и все мои мама и все восемь поколений и все игры суши я так устала мне игра зачем ты это делаешь мне это непонятно а она не может это не делать наша мама 10 она такие вещи я приезжаю детский садик и точно так же вот это и вот эта женщина у нее призвание хотя она так я бы не сказал что на верующие она в церковь не ходит и ходить не хочет и там вообще в общем прям вот на лицо неоновая вывеска призвание заниматься детьми но иногда тебя сбивает с пути видят в активность тебе просто говорят надо там делать ты идешь и думаешь там и ты медленно умираешь и боишься уже церкви сказать что я не хочу это делать и потом ты просто приходишь к душевному как это истощение истощению ты видишь как сферы все твои ручься почему потому что ты не в призвании да ты что-то делаешь но ты не в призвании поэтому порой приходится пожертвовать всем пойти против общества даже уйти из церкви звучит глупо как то так вот странно взрывчато оставить церковь можешь поменять муж вообще выйти из нее потому что зачастую призвание она вне церковная понимаете потому что церковь она имеет свое направление свое видение очень часто хорошо люди которые не знают свое призвание быть в церкви как это кино когда снимают массовка есть вот быть в массовке церковной церковной массовки пастыру хорошо как бы овцы есть есть кого учить как этот сказал николай лавров лапшу вешать но извините просто пусть это не выглядит грубо или осудительно я верю что у каждой церкви по местной свое призвание есть пастыри имеют видение и люди которые не имеют не найдут свое призвание не просто входят видение пастора движутся за ним но мной двигать сложно потому что бог реально говорит ко мне призывает меня меня туда монет как магнитом не всегда это такая ух деятельность там апостолов если взять что не особенного сделали не обходили весь мир а что они сделали там церквушку поставили там немножко людей там немножко людей но их не избрание призвание было быть двенадцатью апостолами и судить 12 колен израилева на земле не особо ничего не сделали это мы превозносим они просто слушали духа святого поехали туда что там пять человек собралось там 20 том городе там 10 в другом роде вообще не приняли побили камня не вытащили гитва лет 3000 там где-то 3000 то есть они так особо никого под себя не сманипулировали они просто проповедовали иисуса христа его смерть воскресенье проповедовали его евангелие не манипулируя людьми вкладывая в них как и ефесянам он пишет что ж вы наделали я вам был отцом я рождал вас во христе болелся лишнее слово сказать апостол говорит чтобы никак не умолить христа его личность а пришли какие-то деятели проходили мимо вашего гордо сказали что мы там крутые высусти христе а вы им сразу все деньги выложили до него дошел такой слух он ревновала них как отец он их родил во христе вкладывал в них самого себя он год я свое имение истощал вас с вас не требую ничего чтобы не приткнулись очень интересные вещи происходились вы внимательно читайте книгу деяния если вообще вы ее читаете я надеюсь на то что вы читаете вникайте в писание не просто кормите себя проповедями воскресными развивайтесь рассуждайте размышляйте но я думаю часто также есть люди которые будут тебя сбивать пути твоего призвания будут над тобой насмехаться очень немного будут тех которые будут тебя вдохновлять видеть понимать то что ты делаешь чувствовать у меня были такие говорят что ты все делаешь оставь другим людям какой-то работы а никто другую не хочет это делать только вот у меня сердце горит это дело знаешь люди будут сбивать люди будут мешать враг будет посылать сомнение кажется ульяне зима даже искать заклеить ты ты не сможешь молчать мы помогаем людям восстановиться в принять же тебе уже это все уже на уровне днк у тебя вот это призвание ты настолько выпустила иисуса из темницы что уже все она с тебя горит ты не можешь это не делать те скотчем рот заклей руки завяжи там уши заклей ты все равно будешь эти у тебя вот а отсюда все пойдет знаешь на уровне мыслей помогать помогать исцелять потому что до глубины души ты прошла эту боль и в тебе это живет маечка у нас остается уже 7 минут давай немножко опять напомним то что нас ожидает на следующей неделе в ноябре и дорогие да еще давай скажу три вещи давай скажи ответ пожалуйста ответ очень простой может быть кого-то немножко шокирует вопрос те три вещи которые делают нелицеприятия до перед которыми которые нелицеприятны три вещи первая вещь это врач вторая вещь это водка спиртное и третья вещь это господь бог это три вещи которые все нелицеприятны неважно кто ты там президент или ты дворник или ты оля или ты маша или ты петель и ты вася ли ты пастор или ты хоть кто-то есть если ты заболел и ты на операционном враче ой столе перед врачом все все ты просто вот ты просто ничего не запрячешь да все ты без погонов там нету лицеприятия вырезать печенку значит вырезать вырезать аппендицит значит вырезать неважно кто ты я надеюсь вы понимаете чем игру 2 это водка напился человек и он забыл кто президент он или еще кто я слышал когда человек пьяный он на самом деле показывает себя тем ну смысл какой да да напьешься и ты есть тот кто ты есть без всяких погонов тебя насквозь видно ты также тебя тошнит если ты перепил также у тебя голова болит то есть это этот продукт он нелицеприятен и также господь он нелицеприятен не забывайте это очень часто верующие в церквях они такие лицеприятные так уж стелятся перед пастырями я понимаю их не авторитет очень хорошо но они так уж готовы даже голову не повернуть в сторону обычного человека который зашел сегодня в церковь и даже не поприветствовать его не улыбнуться ребята мои но не пересуживайте не судите по лицам по погонам по сегодняшним если ты улыбаешься улыбайся всем и будь ровно дыши спокоен по отношению к пастырям по отношению ко всем людям не лецеприятствуйте это так нехорошо глазах бога уличка что-то не люблю пьяных ужасно пишут нам да мы тоже не любим пьяных мы боимся дорогие друзья наша радиопередача подходит концу хочу сказать что все наши радиопередачи вы найдете на моем youtube канале под названием алга нищенко также вы найдете на веб-сайте www улга онищенко.com и там конечно есть информация о книге и мои поэмы там есть и очень много всего интересного но самое большое что бог положил на сердце это мы сделали целую страничку поддержка в трудных из ситуациях и моя оказалась первым человеком кто туда попал потому что она тоже прошла в жизни и развод и насилие и очень и депрессию и нелегкую жизнь и теперь как никогда раньше к больно очень и ребенок больной да и теперь как никогда хочет сильно вот сердце просто рвется помогать другим кто проходит такое похожее время в жизни и там у тебя мая уже больше десяти видео наших радиопередач записано этому туда добавим воскресенье мы недавно провели радиопередачи так что дорогие друзья заходите к нам на веб-сайт улга нищенко.com страничка поддержка в трудных ситуациях и там очень 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 много разных видео и наша программа открытое сердце эта программа которая исцеляет ободряет и помогает проходить трудную ситуацию жизни